Представьте себе, что у вас нарисованы на плоскости две точки, А и Б. Требуется показать те положения, когда... А вот дальше будет несколько пунктов. Те положения точки С, для которых тут А, треугольник А, Б, С, островоугольник. Пункт В. Треугольник А, Б, С, прямоугольник. Ну, естественно, все остальные положения, когда тут угольный, поэтому я не буду... Пункт В. Когда угол А меньше, чем угол В, и меньше, чем угол С. Пункт В. Когда угол А наибольший. Пункт В. Когда угол... Ну, давайте, к примеру, угол В наименьший. Понятно, что можно в таком духе писать еще разные другие пункты. Дан произвольный отрезок А, Б, то есть А и Б, это две разные точки. И спрашивают... Ну, дальше... Можно было бы еще какие-то вопросы, какие задавали. Спрашивают, где брать точку С. Ну, например, чтобы треугольник А, Б, С был островоугольным. Или, чтобы треугольник А, Б, С был прямоугольным. Ну, и так. Когда треугольник А, Б, С прямоугольный? Угол А прямой. Когда точка С лежит... А вот вы не понимаете. Вам не нужно рисовать конкретное одно положение точки С. Вам нужно нарисовать все эти положения. Есть такое выражение... Геометрическое место. Или, чаще говоря, множество. Надо нарисовать все положения. Не одно положение, а все. Точку С уберите, пожалуйста. Итак, где может лежать точка С, чтобы угол С, А, Б был прямой? Да. А, ну вот если у нас есть прямая А, Б, то чтобы угол А был прямой, то, например, треугольник А, Б был прямой. Правильно. Вы его начали рисовать. Возьмите вот прямо и проведите, только уже дней и шестерей. Вот она прямая. Вот она прямая. Вот здесь лежат те точки, для которых угол А прямой. Понятно? Отлично. Будьте добры, а где лежат точки, чтобы угол Б был прямой? Отлично. Все понимают, да? Ну там я не пиво нарисовал, но в общем, все понимают. Отлично. Ну нет, ну это еще не все. Чтобы у нас получилось все решение задачи, смотрите, что нужно. Нужно, чтобы у нас был прямой угол А, или был прямой угол В, или вот это самое интересное, прямой угол С. Когда угол С прямой, его точка находится на окружности с радиусом половины А, Б. Абсолютно верно. Нужно нарисовать окружность с диаметром А, Б. Нарисуйте, пожалуйста. Ребята, это вообще очень важный факт. У нас он много раз уже возникал на занятиях. Ой-ой-ой-ой-ой, окружность с диаметром А, Б, конечно, за пределы этой прямой не перейдет ни в коем случае. Она, конечно, касается, да-да-да, видите? Она касается в точке А. Отлично. Ну, единственное, что я могу сказать, чуть-чуть, вы смотрите, что сделали. У вас этот отрезок, вот этот чуть-чуть больше, чем надо, а этот чуть-чуть меньше, чем надо, да? Ну, ладно, будем считать, что это погрешенность и чертежа. Все понимают, почему это так? Угол, опирающийся на диаметр, что? Прямой. Почему? Потому что, когда вы берете любой прямоугольник, да, диагонали равны, как вот это. Вспомнили? Соответственно, когда проводите окружность, то вот так вот и получается. Отлично. Отлично. Вы решили группы. Да. Спасибо. Вы решили пункт В. Ну, естественно, что точки А и В надо выколоть, потому что не бывает треугольник ААВ, да? Или треугольник ВВВ. То есть вот эти две точки на двух границах. А так вот эта прямая окружность прямая. Замечательно. А теперь нужно посмотреть, где же треугольник АВС остроугольник. А где, да, пожалуйста. Вот на свободных участках не внутри окружности, а снаружи, и при этом не внутри. Быстрее, когда пальцы застег. Чтобы угол А был острый, надо лежать справа от той вертикальной прямой. Чтобы угол В был острый, надо лежать слева от прямой, которая через точку В вертикальной какой. Чтобы угол С был острый, надо лежать вне окружности. Абсолютно верно. Спасибо. Вот все, мы решили уже первые два окружности. Теперь я все-таки нарисую заново картинку. Итак, угол В, наши замечательные точки А и В. Будьте добры нарисовать вот это множество. Угол А должен быть самым маленьким. Угол В побольше. А угол С побольше. Ага, середины перпендикуляра это разумно. Дело в том, что когда точка лежит на серединном перпендикуляре, то тогда угол А равен углу. А вот это как раз неразумно. Потому что то, угол С равен 90 градусов или не равен, на самом деле к пункту В никакого отношения не имеет. Я именно поэтому и просил вас не идти на ту картинку. Потому что там есть вот это сгибающее стол в окружности. Ребята, запомните, пожалуйста, простую вещь. Когда вас просят сравнить какие-то две величины, то разумнее всего начинать с вопроса, а могут ли они быть равны. Подумайте, пожалуйста, можете ли вы нарисовать те положения точки С, когда угол А равен углу В? Нарисовали или нет? Когда углы А и В равны. Что такое? Да? Думаю. Это не урагистрология, что равнобедренно. Замечательно. Где эти точки С, когда углы А и В равны? Серединный перпендикуляр. Отлично. Ребята, вот это будет та самая линия, которая разделяет субвоспись на области. Слева угол А больше, чем угол В, а справа от этого серединного перпендикуляра, наоборот, угол В больше, чем вы. Согласны? Отлично. И еще есть такие две разделяющие линии. Господа, когда угол А равен углу С? Если. Если относительно их линии между ними, угол В на... А линию между ними, как я собираюсь рисовать? Когда углы А и С равны? Если углы А и С равны. А, и как я это буду рисовать? Я задал вам конкретный вопрос. Где расположена точка С, при условии, что углы А и С равны? Повторяю. Где расположена точка С, если углы А и С равны? Что такое в треугольнике два угла равны? Что значит, что две стороны равны? Что? А, то две стороны равны. Ну что углы... Стороны, которые напротив них равны между собой. Это причем равносильно, да? Углы равны, значит, стороны равны и наоборот. А значит, да? То есть все так, чтобы А и С не равны? Наоборот. Чтобы углы А и С равны именно тогда, когда А, В равняется В, С. То есть вы должны нарисовать те положения точки С, когда А, В равно В, С. Конечно, вперед. Конечно, окружность. Если вы знаете, что В, С равно А, В, причем точки А и В фиксированы, то фактически точка С лежит на окружности с центром В радиусом АВ. Постарайтесь ее покрасивее нарисовать, да? Да, да, да. Отлично. Примечательно. А вот внизу вас немножко повело. Здесь очень хорошо все нарисовали, а здесь почему-то вы стали ставить рекорды. Здесь надо подключить. Понятно, да? Быстрее идти к точке А. Нормально. Ну а теперь то же самое со стороны точки А. когда у нас равны углы В и С. То есть когда они все равны, это односторонний к любому. Поэтому обязательно ваша окружность должна пройти вот здесь. Так. Не надо бояться пройти через точку. На самом деле. Вот она вот, ну не так, конечно, но, понятно, скобка она пересечет. У вас, разумеется, циркуль вам легче, да? Вот. А надо с девушкой. Так. Отлично. А теперь, только, ребята, я, извините, хочу сделать так. Я хочу не просто найти, где угол А самый маленький, где побольше, а решить задачу О. Вы посмотрите. Предположим, что точка лежит здесь. Понятно ли вам, что тогда угол В входит? Угол А, ну там, типа 45 градусов, да? А вот этот угол совсем маленький. Значит, вот этот самый маленький, пишем С. Нет, нет, вот здесь, на этой области. С меньше А, С, а давай так, через абитуру. С, А, В. В порядке возрастания. Потому что нам сейчас придется шрикаст написать, на самом деле. С, В. А теперь, каждой области, вот так вот напишите. Давайте поймем, что у нас за область. У нас есть вот эта вот область. Заметьте, она огромная. и везде будет одно и то же. Потому что, чтобы изменился порядок, надо, чтобы при движении мы прошли бы через место, где равны. Это прямую, надо принципиально пожирнее нарисовать. И у вас области такие, вот это одна, вот это вторая, это третья, четвертая, пятая, ой, а эти нет, это неинтересно, это не разделение, это не разделяющие. Итак, раз, область два, так? Нет, вот это разделяющие. Три, четыре, пять, и шесть. Слушайте, а перестановок на трех элементах тоже как раз решено. Нормально. Все порядки по одному разу у нас встретятся. Давайте. Да, здесь, какой угол самый маленький? Скорее, да, вот, Я имею в виду вот это. Вот в этой области, а сэсомой маленькой, да, а сэсомой маленькой, а сэсомой елкой. Брия, симметрично, это же картинка просто отразилась. Так, вам действительно достаточно решить задачу, скажем, справа, поменять местами а и б, и то же самое нарисовать слева, да, а что реально нужно взобраться вон сэтой областью, если вы берете вот здесь точку сэсом, угол бы очевидно самый большой, да, а точка сэсом или сэсом, а сэсом? Ну, потому что вы прошли через окружность, тут еще важно понимать, из одной области в другую, когда вы переходите, то фактически у вас меняются местами а и сэ, потому что вот на этой окружности как раз а раз сэсом. Отлично, значит, вы здесь правы. Вот, вы здесь абсолютно правы. А здесь что? сэс меняется местами б, да. Получается а, б, сэс. А теперь симметрично, надо поменять местами а и б. То есть здесь будет б, а, сэ, очевидно. Вот, и в средней области а и б. то есть здесь будет б, сэ, а. Так, господа, все еще поняли? Так, извините, нас просили решить пункт в. а, сэ, а, сэ, а, сэ, а, сэ, а, сэ, а, сэ, а, сэ. Да, совершенно верно, заштрихуйте ее. Не, 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 не правда. Нет. Так, 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 совершенно верно. Все, спасибо. Спасибо. Идея поняли, да? Вы решили, теперь на самом деле на той же самой картинке вот честное слово можно легче, и самым сразу сказать какой ответ в пункте Г. Какой ответ? Кто выйдет и покажет какой? Кто покажет решение пункта Г? Угол А наибольший. Это где? Кто не боится? Где должна располагаться точка С, чтобы угол А был наибольший? Да, пожалуйста. Угол А наибольший. Неправда. Неправда, потому что мы писали буквы в порядке возрастания углов. Итак, где же все-таки угол А наибольший? Так, так, неверно. для того, чтобы все поняли еще раз. Скажите линию, и все, что слева отбегает, и будет там, где угол А наибольший. сначала ключ, да-да-да, все правильно, ключ, потом, вот так или, да-да, свели, такая рука в таужности, и потом вниз. Все, что слева, а написано, не убегайте, угол А написано на последнем месте. Так, а где угол В наименьший? Это как на этой картинке ищите? Да? Угол В наименьший, это когда В на первом месте. Так. Так. И то, что угол внутри здесь. Спасибо, Фермен. Спасибо. Отлично, спасибо. Спасибо.